Всем привет! Очередное тестирование материалов с Алиэкспресс. Да, я продолжаю испытывать судьбу. Я наткнулась на этот набор случайно, и мне понравилась упаковка. Да, я, как всегда, ведусь на упаковку, эргономичность и так далее. Короче, мне показалось, что выглядит круто, и на самом деле, почему-то я думала, что эти карандаши большие. Ну, то есть, мне казалось, что они должны быть как вот второй отсек побольше в точилках для карандашей, поняли, да, вот эти нестандартные размеры. Почему-то мне казалось, что они именно такие, но оказалось, нет, это самые обычные карандаши стандартного размера. Короче говоря, это было первым разочарованием, потому что не так я себе их представляла, но, тем не менее, упаковка действительно приятная. Хоть она пришла и мятая по углам, я уж не знаю, как ее там швыряли, но она действительно из очень-очень плотного картона, практически несминаемого. Ну, то есть, сложно представить, что можно как-то повредить карандаш, который находится внутри. Вот, ну, с упаковкой все понятно, да, выглядит довольно-таки неплохо, прочно, удобно. Я, знаете, очень не люблю вот эти плоские упаковки, где карандаши один к одному в ряд разложены, и уж тем более какие-то вот чехлы для рисования мягкие. Я пробовала по-разному хранить карандаши, но для меня все равно нет ничего лучше, чем просто хранить их вертикально, просто поставив в баночку, в стакан. И вот, мне понравился данный вид упаковки, именно по этой причине. Просто, по сути, вытянутой формы коробка, все карандаши видны, легко их доставать, легко складывать их обратно. До тех пор, пока они у вас еще не сточены, они у вас находятся в длинной части футляра, как только они у вас укорачиваются, вы можете переложить их в крышечку и сделать, грубо говоря, наоборот. Ну, короче, это реально удобно и выглядит круто, на мой взгляд, и пока что у меня не было карандашей вот в такой упаковке. В общем, собственно, именно на это я и купилась. Ну, про упаковку все понятно, собственно, к самим карандашам. У палитры есть и плюсы, и минусы. Начну с плюсов. Довольно-таки много сложных, глубоких оттенков, типа бордовые, вишневые, сливовые, темно-темно-бирюзовые, они такие насыщенные. Ну, это те оттенки, которые я часто использую, и мне они нравятся. Другое дело, что в наборе сколько, я не знаю, штук пять, наверное, практически одинаковых зеленых. И как бы это практически все. Ну, то есть, если вы посмотрите на выкраски, вы увидите вообще, насколько скудный зеленый цвет. И не то, чтобы я там нуждаюсь в зеленом цвете, в его разнообразии. Ну, просто нужны ли вам пять практически одинаковых оттенков вот этого яркого, насыщенного зеленого. Если это маленький ребенок, детсадовец, который каждый день рисует домик и вокруг лужайку вот такого кислотного, насыщенного цвета, то, наверное, да. Тогда ему действительно, что пять таких карандашей пригодится. Но больше я, если честно, причин не вижу. И помимо вот этих зеленых, ну, я не знаю, штуки два-три других зеленых, пару ближе к изумрудному оттенку, и один реально нормальный, красивый, травянистый. Вот, ну, такой, знаете, ближе к оливковому. Все, как бы, ну, на этом все. То есть, с зелеными очень скудно. Желтые вообще ни о чем, их мало, и они либо кислотные, лимонные желтые, либо уже оранжевые. То есть, ничего среднего не завезли. Розовые тоже какие-то все одинаковые. Ну, вот единственное, что, да, есть пару красивых лиловых. Вот, они не так часто попадаются в наборах. Ну, и в целом, наверное, это все. Короче говоря, да, есть хорошие карандашики. Ну, их штук, не знаю, 10-15 из 72, которыми я действительно буду пользоваться. Ну, могу пользоваться, да, в смысле подходящий оттенок. Пару карандашей в упаковке были битыми, поэтому мне сразу пришлось экспериментировать с подтачиванием. И у меня хорошая металлическая точилка. К сожалению, у меня не было с собой механической. Но, тем не менее, она тоже хороша, она острая, и все с ней вообще прекрасно. Но эти карандаши она вообще отказывалась точить, потому что качество дерева, ну, оно просто ужаснейшее. Оно крошится, разваливается. Короче говоря, точить карандаши крайне-крайне сложно. Я пробовала делать это с помощью канцелярского ножа. Немножко ситуация получше. Но, вообще, в целом, не очень. Какое-то слишком слабенькое и мягкое дерево. Хотя, вот, надо сказать, что сами карандаши, сам стержень довольно-таки крепкий. Ну, то есть, периодически карандаши обламываются, но не то чтобы сильно. Бывают, знаете, такие, что вообще крошатся. Ну, и вам, наверное, интересно, какого вообще уровня эти карандаши. И тут есть вот какая хитрость. Прямо на упаковке первая строчка и написано, что это карандаши для профессиональных художников. И я такая, о, вау, неплохо. Далее идет запятая. Для студентов. Я такая, а, ну ладно, запятая. И для детей. И я такая, ну, вы, конечно, молодцы. Чувствуете, да, чувствуете вот этот маркетинг? Это же просто, ну, мастерски. А зачем вообще тогда, в принципе, делить материалы на какие-то категории, да, если можно просто написать карандаши, подходящие для всех, ребята. От профессиональных художников до школьников младших классов. Это просто гениально. Я не знаю, как в их сознании это работает. И не то чтобы я прям, знаете, какую-то претензию сейчас предъявляю, потому что у нас здесь не какой-то супер-пупер бренд, да. Это все-таки китайские карандаши с Алиэкспресс. Но, тем не менее, цена этого набора 1300, что я бы не назвала бюджетным. Да, за 72 оттенка это не так уж и дорого. Но, учитывая то, что карандаши так себе качество, я не знаю, мне кажется, это абсолютно нерационально. Лучше, мне кажется, взять марку профессиональнее, да, там, хотя бы студенческую, если не можете позволить себе профессионального уровня. И за эти деньги купить набор просто поменьше. Там, допустим, 24 цвета. И да, у вас будет меньше палитра, но они будут гораздо лучше растушевываться, гораздо лучше наслаиваться. Это могут быть акварельные карандаши, с помощью которых вы сможете создавать какие-то дополнительные оттенки. Ну, то есть, да, их 72, но толку-то от этого, если у нас здесь 5 или 6 травянисто-зеленых, отстойных просто, несколько одинаковых розовых. И, ну, то есть, зрелище довольно-таки грустное. Мягкость у карандашей, как всегда, разная. Какие-то оттенки мягкие, какие-то оттенки твердые. Но, в целом, конечно же, они больше относятся к твердым. Но, надо сказать, не самым твердым. Мне присылали как-то на обзор тоже китайские карандаши. Я сейчас, наверное, уже не вспомню. У меня было нескольких таких наборов. И, в общем, они настолько твердые, а стоят примерно так же. И там, по-моему, тоже 72 цвета. Ну, вот они вообще в сравнении не идут. То есть, вот они вообще как камень. Там практически невозможно ими рисовать, да. То есть, все-таки эти карандаши не самые худшие. Но, также, они не самые лучшие для китайских карандашей этой категории. Да, то, что можно заказать на Алике. И я вам сейчас тоже покажу, потому что я, к сожалению, не запоминаю их название. Я вам покажу карандаши, которыми я сейчас активнее всего пользуюсь. И да, это китайские карандаши с Алиэкспресс. И они меня полностью устраивают. Они очень хорошие. Они очень мягкие. И стоят тоже приблизительно столько же. Может быть, чуть-чуть подороже сейчас. Вот, я не уверена. Но я вам обязательно здесь картиночку вставлю. Я думаю, вы их видели, потому что большое количество блогеров вы когда-то тестировали. Ну, в общем, это вам как бы для сравнения, да. Что вот вам, пожалуйста, это все китайские карандаши. Это все карандаши, ну, такого среднечкового уровня, да, ближе к детским относящиеся. Это все карандаши не дешевые, да, средней ценовой категории. И вот насколько они разные. От очень-очень паршивых до вполне достойных. Важно знать, что даже среди обычных карандашей, без каких-то кричащих громких названий, тоже есть свои как бы провалы и достижения. Конкретно этим карандашам я бы поставила, наверное, 4 из 10. Ну, как бы, спасибо за удобную коробку, но она помятая. Спасибо за некоторые красивые оттенки, но что с остальными. Спасибо за то, что карандаши не самые твердые, но как бы и не самые мягкие. Ну, то есть вы поняли, да, это настолько среднечковый набор, что у меня просто не тянутся к нему руки, и я бы вам не советовала эти карандаши. Потому что даже на Алиэкспрессе есть гораздо лучше карандаши за такую же цену. И, конечно же, меня просто вот это поразило, знаете, это заявление смелое, что от профессиональных художников до школьников. Ну, согласитесь, гениально вообще, так можно про все сказать. Ой, вы знаете, эти карандаши подходят абсолютно всем, универсальные такие, знаете. Ну, конечно же, это звучит абсурдно и просто такого быть не может. У меня они будут, скорее всего, как расходный материал. Я вытащу несколько самых лучших карандашиков, ими я, возможно, буду пользоваться. А остальные у меня будут, знаете, на рабочем столе просто как, не как художественный материал, а как часть какой-то, часть каких-то офисных констоваров. Вот, если мне нужно будет там выделить какой-то текст в ежедневнике, или там быстро что-то написать, зарисовать, что-то вот в таком роде, вот. Но не более. Хотя будет справедливым заметить, что карандаши очень даже достойно ложатся на гуашь. То есть в этом, да, в этом все-таки плюс. Для какого-то скетчинга они подойдут. Потому что, опять же, не все карандаши так умеют. И некоторые там совсем бликуют, уходят в глянец, затираются. В общем, там какая-то адовая смесь получается. Но здесь больше достижения хорошей гуаши, хороших гуашевых красок, и хорошей бумаги. Вот, не то чтобы это достижение этих карандашей. Но, тем не менее, с этой задачей они тоже, в принципе, справились. Не могу сказать, что, ой, ну прям ужасно. Невозможно ими было скетчить. Нет, вполне, вполне. Но, опять же, говорю, что руки у меня к ним не тянутся. Они меня абсолютно не вдохновили. И, ну, вряд ли я буду как-то серьезно ими рисовать. Вот. Ну, а вы делайте выводы сами. И если вы пользовались такими карандашами, то, пожалуйста, напишите свою рецензию, свой отзыв. Как вам они? Какие плюсы, минусы? Может быть, они вам нравятся? Распишите, почему. Возможно, это поможет как-то определиться другим людям в комментариях, которые там планируют, например, заказывать эти карандаши. Ставьте, пожалуйста, лайк под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Добро пожаловать. А также не забывайте фолловить все мои соцсети, особенно мой паблик ВКонтакте и Инстаграм. Все ссылки, как всегда, внизу в описании. Продолжение следует...